Я видел, вы ездили к Саибабе, скажите, к какой религии вы себя относите. Очень интересуюсь с Саибабой, но вот православие считает, что это секта. Но сразу скажу, дело в том, вот с моего опыта я могу сказать, мне было интересно и восточная там религия, мне было интересно и христианство, мне было интересно и мусульманство, и это все, как бы сказать, если это истинное, это все работает на одно понятие, понятие духовной жизни. То есть это просто вот с этой стороны подходит, а это с этого бока подходит. Но на самом деле, по большому счету, все это единое целое. Поэтому я перестал как-то особо обращать внимание, какая там религия и так далее. Я просто вот понимаю, что я живу в огромном организме, имя которому Творец, и стараюсь так себя в нем вести, чтобы он меня поддерживал, а я его не разрушал. Вот так вот. И получается довольно-таки нормально. Кстати, с Айбаби относился, он уже умер положительно, потому что мне вообще интересен опыт, а как человек добился вот таких вот высот духовных? С помощью чего? Потому что люди так просто не будут приходить к нему там тысячами в ашрам. То есть за каждым человеком стоит его путь развития. И мне хотелось поднять вот этот путь, а подняв этот путь, подняв особенность его, применить как-то к себе. Или хотя бы, знаешь, вот, прикоснуться к чему-то такому, что чего вот у нас нет. К сожалению, у нас вот эта вот, ну, будем как бы сказать, культура святых, что ли, она как-то, как-то исчезла. То есть у нас сейчас, конечно, есть личности, да, есть православные личности, которые добились таких выдающихся результатов, но мы о них как-то мало знаем. Вот хотелось бы там знать об этом. А там, понимаете, вот эта культура, культура, будем говорить, духовного развития, она совсем по-другому преподносится, и поэтому там имеются ашрамы, которые люди посещают. А говорят они, в принципе, одному и тому же. О том, что не убей, не укради, люби ближнего. Всё, поэтому я положительно к нему отношусь.